Микс Ньюс. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, Янис Сёрканс у нас сегодня в гостях. В особом представлении, я думаю, не нуждается. Добрый день. Добрый день. Интересные события происходят и в стране, и в мире. Может быть, начнем вот сейчас, наоборот, не от Латвии к миру, а от мировых событий, может быть, к Латвии. Наверное, ключевая новость, с которой сейчас прикована всеобщее внимание, это попытка демократов в Соединенных Штатах инициировать процедуру импичмента. Тут, я так понимаю, в центре внимания оказался и президент Украины. Может быть, вообще, сам факт публикации многих удивило с точки зрения мировой дипломатии. Я уж точно не припомню, что были публично обнародованы стенограммы телефонных переговоров лидеров двух стран. Это что-то, по-моему, новое в мировой дипломатии. Ну, прежде чем я отвечаю на вопрос, я слушал твоих предыдущих гостей и думал, господи, ну все плохо. Ну, и сейчас опять я начну говорить что-то отрицательное и какие-то вытаскивать какие-то отрицательные негативы. Ну, что-нибудь веселей может быть. Ну, я думаю, ну а если мы возьмем американцев, США, ну там же еще хуже. Там совсем весело. Там так весело, что, в общем-то, американцам уже не до внешней политики, потому что идет борьба, во-первых, Трампа за второй срок, ну и, конечно, демократы стараются всячески этому препятствовать. Для этого все методы хороши. Ну, то, что вот ты сказал о том, что уже сейчас, в принципе-то, как работать дипломатом. Потому что, ну, дипломатия, оно, это целый процесс. Есть какая-то проблема, собираются дипломаты, решают. И только тогда, когда есть результат, тогда он оглашается. Ну, сейчас, как мы видим по этому примеру, с Зеленским, ну, в общем, ничего больше святого нет. И, как говорил Лавров, раньше меня учили чужие письма не читать. Ну, сейчас читают, читают чужие письма, тебя везде видят. Ну, вот мы дожили до таких времен. Но что самое страшное, это то, что самое богатое, это самая сильная, самая мощная держава в хаосе. И как это повлияет на весь мир, это очень трудно сказать. Потому что, ну, если так образно выражаться, то Трампу опять надели наручники. И как в наручниках он будет решать международные дела, трудно сказать. Хотя он вроде как человек с большой выдержкой, и вроде как он все-таки старается гнуть свою линию или проводить свою линию, несмотря на то, что вот его все время вроде как упрекают то там вот с Украиной, то там с Путиным и так далее. Думаю, что те, которые следили очень серьезно за всем тем, что было в Нью-Йорке, то, наверное, нельзя было не заметить совет Трампа Зеленскому. Слушай, ну ты иди к Путину, ты не ко мне. Ты с Путиным решай этот вопрос. Нельзя сказать, что он не прав. Разберись с коррупцией и потом иди к Путину и решай. Ну, наверное, Зеленский внял то, что ему сказал Трамп. Ну, посмотрим, какова будет политика. Будут какие-то изменения, потому что он же, если мы переходим к Зеленскому, но это в контексте, он же там столько дров наломал. Он же и европейцев, и Меркеля, и Макрона, всех он там вроде как не обзывал, но вроде как критиковал за то, что помощи никакой от них нет. Только вот вы, и ваш самолет, и большой, и так далее. Ну, и там уже начали в Америке называть Зеленского Моникой. Ну, понятно. Да, даже не знаешь, радоваться или огорчаться. Может, кто-то бы огорчился. Ну, вот теперь я хочу представить. Вот после всего, что случилось, допустим, есть предложение от господина Трампа пообщаться по телефону с Путиным. Да, вот как после всего случившегося президенту России общаться с президентом США, зная, что есть велика вероятность, что через какое-то время, когда опять потребуют какого-то процедуры импичмента, он скажет, ну ладно, мы уже этот рубиком перешли, опубликовали речь, встрей мой разговор с Зеленским, давайте теперь с Путиным. То есть, что получается, что Путин должен уже говорить так, как он говорит официально с журналистами, зная, что это по существу все в прямом эфире. Я думаю, что есть еще разные методы, например, ну позвонил Путин Трампу или наоборот, ну привет, Володя, ну как дела, у меня все хорошо, как у тебя, ну вот у меня там импичмент, проблемы, но это для всеобщего услышания, а в принципе, то никто дипломатов и дипломатик не отменял. Есть же люди, которые уже заранее, заранее записки разные, ну в общем методов много, как можно общаться. То есть, телефонный разговор просто будет спектакль по большому счету. Сейчас больше это, да, это было раньше, сейчас такого больше не будет, ну и не только это, потому что, ну, как мы видим, Ассанж и Сноуден, после разоблачения всех понятно, что американским дипломатам доверять нельзя, потому что тогда все оно может быть разоблачено. Так что, можно сказать, мировая дипломатия, она парализована. И зная сегодня все эти кибервозможности и хакеров и так далее, я не знаю, как будут общаться и в каких помещениях будут общаться дипломаты, чтобы было понятно, что, ну, вот нас никто не слушает. Хотя, есть в Америке, например, закон, что президент любой разговор, даже в каком-то закрытом помещении, это в случае его службы безопасности требует стенограмму этого разговора, он должен его предъявить. Да, вот здесь и по системе WhatsApp вопрос задают, вот правда, такой прямой, считаете ли вы, что Зеленский плохой президент? Я думаю, что ему Трамп очень помог, думаю, что вот он за ночь стал политиком, он не был политиком, но думаю, вот эта школа, то, что он получил, ну, вульгарно выражаясь по зубам в Нью-Йорке, я думаю, это для него очень большая школа, станет ли он президентом, выдержит ли он это давление, не знаю, это все зависит от тоже каких-то, не каких-то, а от насколько образованные и опытные его советники. Если он будет прислушиваться, например, недавно Иларионов был в Киеве, а он был много лет советником Путина по экономике. Ну да, но если мы говорим об Украине, то он давал совет, что ты, в общем, оставь в покое все эти Крымы, Донецк, Луганск, наведи порядок дома, сделай Украину сильно, экономически сильно, тебе 6-7 лет ты за этот срок можешь сделать, и потом уже как сильное, нормальное государство, ты сможешь уже равноценно, равноправно разговаривать с руководителями других стран. А пока ты стоишь с протянутой рукой, ну что хотелось бы? Да, пока ты клянчешь, пока ты жалуешься, пока ты явничаешь, ну ты, конечно, ничего не получишь, потому что тягаться с Россией в период, когда весь мир, Европа и Китай, Индия и США понимают, что без России больших проблем не решать. Трамп, например, когда была большая семерка, сказал «надо сюда и Россию». Думаю, что вообще эта идея семерка, она будет поломана, будут не 7, а 10, туда и Китай нужен, и Индия нужна, и Россия нужна, потому что это великие державы, которые что-то решают. Что решает Канада? Ну я красивая страна, но она же ничего не решает, в принципе, это за дворе Америки, правильно? Еще кое-кто, ну не будем сейчас называть, но в принципе топ-10 надо делать. Да, вот фактически все идет к тому, к чему вы призывали, что диалог нужен, диалог за ним будущий, а не за санкциями. Мы знаем, что и Павловинская ассамблея Совета Европы при горячей поддержке, кстати, господина Макрона фактически восстановила права российской делегации в ПАСЭ, но с этим были не согласны Украина, еще несколько стран Восточной Европы, но я так понимаю, что Димаш, кроме Украины, предприняла только одна делегация латвийская, которая с гордостью сказала, что ладно, раз уж мы поехали и деньги командировочные получили, мы в комитетах поработаем, но на банкет и на пленарное заседание не пойдем. Вот я не понял, это что? Это бойкот или что это? Это отсутствие дипломатии, потому что надо очень не понимать, как работает сегодня мир, как строятся межгосударственные отношения, чтобы так себя вести. И в общем-то, может быть такой пример. Ну хорошо, ну санкции против России, санкции против Ирана, конкретный пример, мои знакомые, они занимаются, выращивают зерно, ну и продавали Ирану, большие деньги, большие заработки, хороший рынок, но сейчас американцы сказали нельзя. И что получается? Сейчас Иран покупает зерно в России, в России полно зерна, хороший урожай, так вот мы своим запрещаем, не разрешаем зарабатывать, да? И вот такой парадокс, а России это выгодно. Но если мы уже вот так против России и все, то может быть и тут надо было подумать, лучше давайте нарушим эти самые санкции, продадим Ирану свое зерно, и пусть американцы, которые живут в хаосе, не знают, что, к чему и как, это надо использовать. Надо и не только в Нью-Йорке бороться за интересы государства, и в Брюсселе тоже, там тоже сейчас царит хаос, может быть это надо использовать для того, чтобы добиваться каких-то льгот. А не просто не ходить на заседание, да? Ну да, ну не пойти, это же, ну встали в позу. Кто, ну кто заметит о том, что вот Латвия не приехала? А может быть некого посылать? Кстати, хороший вопрос. Это такой... Никто еще не вырос до этого уровня? Да, может быть. А вот, может быть, зато кто-то вырос до нового уровня понимания истории. Вот я знаю, что вы и в социальных сетях, в Фейсбуке отреагировали довольно остро на высказывания, но такое беспрецедентное. Я помню, вы несколько месяцев назад, вы еще у нас в эфире сказали про одного политика, что он настолько меня как бы поразил, что я, наверное, подумал, он что-то съел. Вот так, с такой сиронией сказали, да? Вот у меня даже создалось такое ощущение, я не хочу идеализировать господина Паблиса и министра обороны, но все-таки, ну самым ястребом он не был, ну до сих пор, да? И когда мы услышали вот на этом 75-летие вот этого Морос Кауис, когда мы услышали эту речь, о которой бы завидовали даже Тебевису Латвии, когда он сказал, что, вы знаете, это легионеры, вот, которые здесь сражались против там превосходящих сил соперников, это настоящий герой, они сражались там, патриоты, герои, и мы никому не дадим над ними глумиться. Я, честно говоря, так сказать, не понял, а кто, как, что, чего? Ну, во-первых, вопрос легионеров – это трагедия, трагедия этих людей, трагедия войны. Я расскажу такой свой маленький пример. Мой дедушка, он был, ну, там, где он жил, на деревне, он был хорошим хозяином, ну, можно сказать… В десу Латвии, да? Ну, да, там, в Скрудолене. И у него хорошее хозяйство, и, ну, такое зажиточное, можно сказать. Пришли немцы, ну, поскольку немцы поляков не любили, он, пан Захаревич, сожгли всё, всё, дом, всё сожгли, взяли лошадей и сына, 18 лет. Немцы взяли сына, ну, одели, обули и служили в Армахту. Ну, трагедия, правильно? Самый настоящий. Самый настоящий. Человек, который 18 лет, на его глазах немцы сожгли всё, что там было. А он должен был им служить. И ещё должен был служить. Таких трагедий, наверное, же очень много. Почему этот вопрос надо мусолить? Тем более, если министр обороны, это же не просто частное лицо, он же не в отставке, не… Если он это говорит. И потом правительство, никто не реагирует на вот эти заявления. Потом это же искажает же история, понятие патриотизма, геройства и так далее. Там музей, вроде как музей. И чего они показывают в этом музее детям? Ну, чему они учат? Мы задержали советов. А может быть, продвижение советов бы помогло тем лицам, которые были в лагерях здесь, которых расстреливали, уничтожали немцы. Но мы помогли немцам, а людей, которые могли бы освободить город от фашистов, вот мы их задержали своим героизмом. Но это же всё, в принципе, политически и всячески аморально. Никто, никто, даже президент, у которого тоже еврейская кровь, возмутился, как же так, сколько тысяч погибло здесь евреев в Латвии, не только евреи, цыгане и малоумные люди и так далее. Тут около ста тысяч, если так подсчитать. Ну, так выступи, скажи правду. Жестный, но не герой ещё. Ну, так если правительство молчит, то, наверное, одобряем. Всё правильно. К чему это всё? Наверное, копаться в прошлом и выставлять людей, которые, в принципе, это жертвы трагичной личности, выставлять героями, это очень плохое воспитание, очень плохой пример школьникам. И, в принципе, это показывает, что Латвия не идёт в ногу с Европой, с миром. Да, и при том ещё момент, я специально посмотрел, ну вот, кто командовал вот этой вот дивизией 19-й легионной СС. В тот момент, вот, Морс, Кауис, командовали там, ну, четыре офицера, да, при том интереса, что все четыре вступили вот на службу Гитлеру в 1941 году, только с момента оккупации, да. То есть, это были отъявленные нацистские коллаборационисты, которые успели послужить в вспомогательных батальонах, да, вот в команде по обеспечению порядка. Чем они там занимались, мы можем только догадываться в 1941 году, да. Вот о чём идёт речь. Ну, и потом ещё, ну, так, вот вроде как продвижение на Ригу, там слово Ригу упомянуто. А что было в Риге? Было Адольд, Хитлерштрассе, Бриви, Басилла, и тут ни одного латвийского флага не было, тут были немецкие... Никто не обещал, между прочим. Никто не обещал, и уже, если кто знает, какая, что значит программа немецкая Ост, мы были бы частью Рейха. Никто, немцы не обещали нам за нашу службу, независимость. План был, что мы будем частью Рейха. Поэтому вообще непонятно, зачем это всё сейчас, да? Ну, это, наверное, когда сегодня понять, что творится в мире, тяжело и сложно. Ну, зачем? Вот я буду играть на костях, на... и так далее, и так далее. Это, в принципе, аморально. Да, если мы ещё говорим о понимании нашей дипломатии, тех тенденций, тех событий, которые происходят в мире, ну, сейчас, я думаю, все обращают внимание на то, чем всё закончится эпопея с выходом Великобритании. Да, я думаю, что все уже запутались в итоге, на каких условиях. Да, вот сейчас новый план господин Джонсон озвучил. Я так понимаю, что нету и у Латвии никакого представления о том, как дальше будет жить Европейский Союз, как будет функционировать. И ещё у нас столько много наших граждан, жителей в этой стране. Какова будет судьба этих людей, визовый, безвизовый режим, на каких условиях, налоговая система. Очень много вопросов. И, в общем-то, а что государство будет, как будет помогать тому бизнесу, который всё время делал бизнес в Великобритании, сейчас это всё будет, лавочка закрываться, или же, ну как это всё будет, надо же прогнозировать, надо же людям объяснять. Может быть, надо заранее сворачиваться, потому что понятно, что Brexit будет, по-моему. Тут уже нет никакого варианта. Я сегодня тоже слушал речь Джонсона, и потом выступал оппозитор Корби. Да. Он напрямую говорит, но ты же всё время подмигиваешь Трампу, ты же ведёшь в Великобританию в зависимости от Америки и так далее. Так что, конечно, это будет очень большой хаос, и я не знаю, как они разберутся с Ирландией, с Северной Ирландией. Уйма вопросов. Но ещё раз и ещё раз, какова будет Европа? На этом ли закончится? Какова будет Германия? Экономика Германии сейчас большой спад. Это по всем ударит? Да. Да, это ударит по всем, и поэтому нам нужно использовать вот тот хаос, который сейчас там царит, и постараться по мере возможности добиться разных льгот для нашего хозяйства. Я не стивил, когда в студии, небольшая пауза на рекламу, не переключайтесь. Добрый день ещё раз. Я не ссылкнулся на студии. Наверное, настало время поговорить и о делах домашних. Но вот интересно, мы знаем, что новое правительство, ну, видимо, с подачи новых консерваторов, провозгласило бескомпромиссную законность. Вот мы будем жить в обстановке бескомпромиссной законности. Я, правда, пока не увидел, в чём она появляется, а вот вы увидели, что вот теперь действительно у нас вот право главенствует. Объясню, что такое. Я думаю, что ни слушатель, никто не понимает, что... Что это? О чём идёт речь. Есть закон, который нужно выполнять. Ну и что ещё нужно к этому прилепить? Какой прицеп, какую преамбулу какую-то? Или же говорить, что, ну, факт есть факт, а истина, она дороже и так далее. Это уже как анекдот получается. Поэтому я думаю, что... Ну, просто люди не знают, что они делают. Я думаю, они играют в государство. Если почитать газеты, эти все скандалы, ну, такое впечатление, что люди неграмотные, не понимают, что такое управлять государством. Когда министр, вот мы затронули Пабрикс, говорит какие-то пушлые вещи, и никто не реагирует в правительстве, никто его не отдёргивает. Потом едет министр за границу, он на какой-то международный съезд, речь прочитал, начались вопросы, но он не понимает языка. Ну, как так? И то, что она прочитала, в принципе, тяжело, можно его назвать английским, если честно. Ну, надо же немножко любить свои государства и пост, которые занимаешься. Нужно иметь стыд. Стыдно позориться на международной арене. То, что дома позоримся, ну, понятно. Ну, зачем же ещё на весь мир? Ну, почему на весь мир ещё выносить вот эту свою неграмотность, некомпетенцию? И опять-таки никто. Кто-то там где-нибудь что-то скажет, а кто, ну, мы же тогда выйдем из коалиции, её трогать нельзя. Министр образования, который оскандалился с ректором, да её трогать нельзя, мы тоже выйдем из коалиции. Ну, да. Ну, а это возня с ректором. Ну, мы же все знаем, что там большие миллионы, там строить... Кому-то просто интересно в Латвийском университете, да? Ну, это же не идёт речь о том, чтобы поднять уровень университета, а кто будет пилить те деньги, которые предназначены для университета. А это большие деньги? Для строительства. 600 миллионов. Какого-то строительства, а потом же, когда освободят старые здания, их же тоже надо где-то кому-то продать, отдать. И тут тоже бизнес. И везде мы видим вот такое корыстное отношение к государству. То есть речь не идёт о каком-то конкретном ректоре. Он просто попал под раздачу. Да, речь идёт о том, кто будет контролировать всех денежных поток. Ну, своего нужно, он не свой. Понимаешь, он из чужой обоймы. А тут надо свояка поставить. Потому что нами управляют блатники и люди третьего разряда. Многие сейчас тоже говорят, глядя на парламентские дебаты, что, в принципе, уровень с каждым от созыва к созыву падает. Вы с этим согласны? Ну, я даже не слушаю, не обращаю внимания, потому что, ну, зачем я буду портить настроение? Я кое-что читаю, какие-то отрывки, и уже понятно, да? Куда, что, к чему. Ну, и вот это обещание перед выборами и сейчас. Возьмём нашу медицину хотя бы. Ну, что, ну... Обещали 20% заработной платы повысить, теперь сказали нет. А потом размещение кадров. Как размещаются кадры. Ну, это тоже... Целая история, да. Да, они не знают, что такое непотизм. Это, я не знаю, как по-русски, когда расставляешь своих родственников, друзей и знакомых на хорошие должности, да? Ну, что-то типа кумовства, наверное, так можно это привести. Ну, примерно так. Хорошее слово. Хорошее, да. Да, примерно так, да. Ну, вот есть ещё момент. Казалось бы, ну, займись экономикой. Раз ты говоришь, что экономика остывает, мы видим какие-то процессы в Германии, но мы видим сейчас другое. Опять коллиция с радостью сообщает. Вы знаете, мы договорились, мы всё-таки не до конца отреформировали вот эти школы нацменьшенств, мы хотим их всё-таки до конца отреформировать так, чтобы было общение только на одном государственном языке. Ну, тогда выйдите и скажите прямо. Ну, как я это понимаю, что мы хотим школы нацменьшенств вообще закрыть. Вот то, что не сделали Советы, то, что не сделали даже другие оккупационные режимы, мы хотим закрыть. Ну, так выйди и скажи честно. Ну, так надо же читать между строк. Я не один раз здесь говорил о том, что перед войной в Латвии можно было получить памятный сглит, его основное на семи языках. Ну, Левиц тоже это знает. Но если он так придерживается к сатверсму и всё это правильно, так, ну, почему ты поддерживаешь вот систему, которая вносит раскол, разлад в государство? Так уже проблем больше, чем надо. Так уже вот такие разные пабриксы, подогревает какую-то ненависть, вражду и так далее. Нет, вот надо ещё, вот сейчас действительно закроем всё. И что это нам даст? Я за то, что нужно знать язык. Но его надо учить 30 лет. Можно было, если бы правильно подойти, и хорошие специалисты учили бы, все бы знали этот латышский язык, и не было бы никаких споров, ничего. Потому что дети способны на языки. Очень быстро, да. Но это же не делается в приказном порядке. У меня, знаешь, впечатление всё время было, что язык нужен как кнут. Вот тут как-то будем наказывать. Вот мэр города, да, угопился где-то вроде в частном мероприятии, сказал что-то часть речи по-русски, уже наказание, уже плохо. Но надо же всё смотреть в контексте. Он хорошо говорит по-латышски, он же латыш, да? Ну, зачем же ситуация была такая, что, ну, надо было сказать несколько слов по-русски. И что случилось, да. А сколько таких мероприятий, когда часть на английском говорится, приветствия и так далее, да? Мы уже в 21 веке живём. Ну, вроде как топтаемся ещё в 20-м или в 19-м, я не знаю. Так что, давай спросить что-нибудь положительного, Абик, а то мы всё время с тобой... А положительное что? Может быть, есть положительное? Вот, может быть, мы к чему-то движемся позитивному, я не знаю, может быть, вот инвесторы пришли. Я просто... Инвестиционный климат плохой, это понятно. Ну, плохой инвестиционный климат, потому что... Может быть, наоборот, банки, какой-то банк откроется, но пока мы слышим, что они только закрываются, и вклады уже недоступны. Нам же, как всегда, сообщает ФКТК, вы знаете, в 21.10 они сообщают, вы знаете, а в 21 час уже ваши вклады стали недоступны. Большое спасибо за внимание. Ну, да. А завтра пенсионный день, я должен получить пенсию. Пенсию, а уже, в принципе, всё. А уже всё. Но если по большому счёту, то вся эта государственная политика привела к тому, что уже в Латвии нет квалифицированной рабочей силы. И это основа для инвестиций. Когда-то, я помню, когда мы всё это начинали, мы гордились, что у нас очень образованная рабочая сила. Мы очень образованные люди, и мы были образованными. А сейчас, оказывается, некому работать. К чему это всё приведёт? И потом вся эта опять возня с дозволами и так далее. Не знаю. Да, но самое интересное, нам всё время говорят, что... У меня такое ощущение, что правящие, те рекомендации международные, которые им нравятся или выгодны, они их внедряют. Те, которые не нравятся, не внедряют. Вот сейчас они носятся... Вот я слышу это, как отчий наш каждый день сообщает. Мунивел, Мунивел. Мы должны выполнить Мунивел. Если мы её не выполним, то случится конец света. Никто даже не знает, что Мунивел – это просто рекомендация экспертов Совета Европы. Их там этих экспертов сотни. Я не хочу сказать, что нам не нужно их пополнять. Но что, в этом задача вообще Латвии – выполнить какие-то рекомендации? Знаешь почему? Потому что они же всё-таки не такие, чтобы не знать, что там творится в Брюсселе, в Европе. Там хаос. И вот под прикрытием этого хаоса они тут дома делают то, что они хотят. Они понимают, что всё там не до нас сейчас. Ни в Америке, ни в Брюсселе. Нигде они заняты своими делами. Поэтому мы будем вот так по-своему делать. Так, как нам нравится, как это нужно для наших партий и всё остальное. Я помню, когда ещё до избрания Трампа вы, придя в наш эфир, сказали такую ключевую фразу, мы о глобальной политике говорим, что такого хаоса вообще в мире вообще не было давно. Потом вроде Трампа избрали, вроде началась какая-то повестка дня новая формироваться. Вот на ваш взгляд, мы вообще сейчас отдалились от нового мирового порядка, потому что старый, как мы понимаем, уже больше не действует. Или мы приблизились к нему? Мы идём, мы идём, мы на пути к новому миропорядку. Всё-таки? Будут, да, я уверен, потому что... То есть какая-то модель новой взаимоотношений будет создана? Абсолютно, да. Я думаю, то, что вот мы говорим о том, что вот большая семёрка, уже не семёрка. Мы говорим о том, что надо менять систему ООН, организации объединенных наций. Думаю, что большие изменения будут в НАТО. И эти изменения, они будут не только политические, но и потому, что в обиход придёт новое оружие, совершенно другая, совершенно требующая другие знания и инфраструктура и так далее. Ну, то есть, в принципе, всё-таки мы от этого хаоса будем отходить, я имею в виду мир. Да, мир развивается. И думаю, что вот этот искусственный интеллект и медицина, оно же всё в прогрессе. То, что мы здесь говорим, это у нас, как, знаете, в домоправлении плохом. А в мире всё-таки прогресс есть. Посмотри на технологию. Как эти дроны, и самолёты, и машины, и мобиль. Уже даже военные технологии. На нефти, на нефтяные вышки уже нападают дроны. Больше уже никто никого не бомбит в таком плане. Ну, а скоро будут роботкилеры гулять по свету. А не какие-то зелёные человечки. Поэтому, нет, прогресс есть. Я надеюсь, что наша молодёжь, которая всё-таки имеет возможность учиться за границей. Я хочу быть позитивным в том, что молодёжь, люди понимают, молодые люди понимают, в каком хаосе они живут. И я думаю, что, не знаю, сколько ещё нужно времени, чтобы пришли к власти грамотные люди, понимающие мир. И только латыш, который поймёт, что творится в мире, сможет принимать хорошие решения для развития государства, для благосостояния. Значит ли это, что, в принципе, вот этот этап, который явно затянулся с санкцией, всё равно будет идти на убыль? Потому что мы же видим, что даже на Украине мы не успели обсудить. Но есть же там позитивный момент. И обмен заключёнными, и то, что всё-таки Зеленский дал указание подписать эту формулу Штайнмайера. Как это дальше будет работать, мы, конечно, увидим. Но хоть какие-то подвижки начались. Да. Да, я думаю, да. Я хочу жить с такой надеждой, что, ну да, знаешь, как китайцы, древние пословицы, «чтоб ты жил во времена перемен». Перемены, да. Ну вот перемены, они всегда сложные. Это перемены, это революция. Что-то старое умирает, нового ещё нет, и вот мы в этой исторической ловушке. Но то, что прогресс никто остановить не может. Он есть, он будет, и дай Бог, чтобы этот прогресс не был использован для каких-то военных целей. Да. Вот если мы ещё говорим о Латвии, не могу вас не спросить. Я знаю, что вы внимательно следите и за такой вот партийной жизнью в Латвии. Да, вот конгресс будет, если я не ошибаюсь, да, по-моему, в конце октября, 26 октября. Конгресс согласия. Хотя по-прежнему, если говорим о рейтинге, хоть и он снижается, но согласие там ещё пока на первом месте. Ну, очевидно, что какие-то перемены партии нужны. А что вы вообще ждёте? Что вот согласие будет действовать? Я надеюсь, что Иоанн Сурбанович возьмёт власть. В партии фактически, да? В партии. Ему, я думаю, по большому счёту мешал Лушаков, если честно говорить, это моё ощущение. И думаю, что, ну нет, там много людей, которые стояли в стоках создания согласия. И Урбанович там был, Целевич был, Долгополов был. Ну, с точки зрения организации способностей, он не конкуренция. И я думаю, что он понимает, Урбанович понимает и политическую конъюнктуру здесь, и не только в Лате. Думаю, что он сможет направить согласие в сторону согласия в государстве, так, если я могу сказать. То есть, в принципе, я так понимаю, что пока у них на этом поле конкурентов нет, если так, да? Ну, нет, конечно, но очень большой вред нанёс согласие Ушаков. Всё-таки? Ну, все эти скандалы, потом бросить партии, уйти в Брюссель и говорить людям, ну, я там буду в Брюсселе бороться за интересы жителей Риги. Ну, кому он это может сказать? Кто ему это? Это же чушь. Ну, и думаю, все те же скандалы, связанные со скандалами в Рижской Думе. Ну, каждый день мы и то одного арестовали, то другого, то, ну, всё время мы чувствуем, что там, ну, он же был столько лет мэром города. Наверное, он должен был всё-таки знать и понимать, что творится в структуре города Риги. — Как Вы думаете, нынешний Рижский Дум вообще доработает до очередных выборов, до 21-го года? — Да, я думаю, да. — Вот после всех этих изменений? — Я думаю, да, потому что... — А кто возьмёт, кто будет брать власть? — Никому не выгодно, потому что там тоже хаос. Да, я думаю, пока эти следственные органы не разберутся, кто, что, сколько, думаю, никто не захочет брать. И потом, ну, ты возьмёшь, а что ты будешь с этой развалиной делать? Тем более состав Рижской Думы такой, что... — Хотя сегодня, ну, всё, всё, всё может быть, потому что и там тоже старые все эти структуры меняются, там тоже будут попытки ставить своих, а поскольку согласие тоже уже раскололось там. Не знаю, как они, Буров сможет, не сможет, не знаю, хотя он опытный. — Опытный, да. — Посмотрим. — Последний вопрос, господин Левиц, когда вступал в должность президента, ну, он сказал, правда, все президенты, мне кажется, такое говорили, он сказал, что я хочу быть, не знаю, там, президентом для всех латвийцев, лидером нации, но я понимаю, что ещё мало времени прошло. Вообще, вы чувствуете, что он движется в этом направлении? — Я думаю, я уже чувствую, что он движется на второй срок, делает большие книг сяки правящим партиям, вот это что он делает. — Уже не знает, как им понравится, да? — Конечно, что он сделал, что он сказал русским людям, которые надеются на согласие и на всё остальное. Помнишь, перед выборами, что он говорил, если, например, на вопрос, согласие выиграло выборы, вы дадите им право формировать правительство? — Он ушёл от этого, он не сказал, ну, конечно, демократия этого требует, ну, да, соответственно, он этого не сказал. Поэтому, думаю, что он захочет очень понравиться правящим партиям, он же умный человек, он чувствует конъюнктуру, а на улице очень правая погода в Латвии. — По-прежнему? — Ну да, ты не заметил? — У тебя есть зонтик от правой погоды? — Нет, у меня, к сожалению. Да, зонтик есть, но он почему-то от правой погоды не помогает, вот всё 30 лет. — Он неправильного цвета у тебя, расцветка надо правильная, чтобы были. — А, действительно, цвет ключевой, да. — Ну да. — Да. Я даже знаю, какой, но мы это оставим за пределами эфира. — Да, пусть слушатели приходят с предложениями, какой будет, какой нужен, какого цвета нужен зонтик от правой погоды в Латвии. — Да. Спасибо большое. — Хорошо. Продолжение следует...